ГЛАВА ВТОРАЯ Отец Шарля де Лорье, бывший пехотный капитан, выйдя в отставку в 1818 году, возвратился в Ножан, женился, а на деньги, составлявшие преданное, купил должность судебного пристава, который еле-еле давал ему средства к существованию. Озлобленный долгой цепью несправедливостей, страдая от старых ран и не переставая жалеть об императоре, он изливал на окружающих выдушивший его гнев. Немногих детей колотили так часто, как его сына. Несмотря на побои, мальчуган упорствовал. Если мать пыталась за него заступиться, отец обходился с ней так же грубо, как и с сыном. Наконец капитан засадил его в свою контору, и мальчик целыми днями должен был, согнувшись, переписывать дела, отчего правое плечо у него стало заметно выдаваться. В 1833 году, по предложению председателя суда, капитан продал контору. Жена его умерла от рака, он переехал в Дижон, потом, устроившись в Труа, занялся поставкой рекрутов и, добившись для Шарля половинной стипендии, отдал его в Санский коллеж, где с ними встретился Фредерик. Но одному было двенадцать лет, другому — пятнадцать. К тому же характер и происхождение отделяли их друг от друга множеством преград. В комоде у Фредерико водилась всякая снедь, были редкостные вещицы, туалетный прибор, например. Он любил долго спать по утрам, наблюдать полет ласточек, читать драматические пьесы, и, жалея о приятностях домашнего существования, находил жизнь в коллеже тяжелой. Сыну судебного пристава она, наоборот, казалась привольной. Он учился так хорошо, что к концу второго года перешел в третий класс. Однако, вследствие или бедности, или соборливого нрава, он был окружен глухим недоброжелательством. Но вот однажды случилось, что, когда на дворе перед целой ватагой учеников средних классов служитель обозвал его оборвышем, мальчик схватил его за горло и убил бы, если бы не подоспели три надзирателя. Фредерик в порыве восхищения бросился обнимать его. С того дня и началась у них дружба. Привязанность старшего, несомненно, льстила тщеславию малыша, а старший был счастлив встретить такую преданность. На время каникул отец не брал его из коллежи. Перевод Платона, случайно попавшийся Шарлю, привел его в восхищение. Он увлекся метафизикой и быстро сделал большие успехи, ибо за изучение ее он взялся полной юной силы, с гордостью пробуждающегося сознания. Жуфруа, Кузен, Лармегер, Мальбранш, Шотландцы — все, что имелось в библиотеке, было прочитано. Ему пришлось украсть ключ, чтобы добывать книги. Развлечения Фредерика были менее серьезного свойства. На улице трех волхобов он срисовал родословную Христа, вырезанную на одну из колон, потом изобразил портал собора. После средневековых драм он взялся за мемуары Фруассара, Коммина, Пьера де Латуаля, Брантома. Образы, которые это чтение вызвало в его уме, так его захватили, что он чувствовал потребности в их воспроизведении. Он леял гордую надежду стать со временем французским Вальтером Скоттом. А де Ларье обдумывал обширную философскую систему, которая могла бы иметь самое широкое применение. Они разговаривали во всем этом на переменах во дворе перед нравоучительной надписью «Под часами». Они перешептывались в капелле под самым носом у Людовика Святого. Они мечтали о том же и в дуртуаре, окна которого выходили на кладбище. В дни, когда бывала прогулка, они становились в последней паре и болтали без умолку. Они говорили о том, что будут делать, когда окончат коллежу. Прежде всего они предпримут большое путешествие на те деньги, что Фредерик, достигнув совершеннолетия, получит со своего капитала. Потом они возвращаться в Париж, станут вместе работать, никогда не разлучаясь, а от своих трудов будут отдыхать, наслаждаясь любовью принцессы в атласных будуарах и летяшись шумными оргиями со знаменитыми куртизанками. Взлеты надежды сменялись сомнениями. После приступов веселой болтливости наступало глубокое молчание. Летними вечерами они долго бродили по каменистым дорожкам вдоль виноградников или по большой дороге между полей, где, освещенные заходящим солнцем, колыхались колосья и веял запах дягеля. Когда им становилось душно, они бросались на землю, ложились на спину, одурманенные, опьяненные. Их товарищи в одних жилетах бегали в перегонки или пускали воздушных змеев. Надзиратель их сзывал. Домой возвращались вдоль садов, пересеченных ручейками, потом шли бульварами в тени старых стен, шаги гулко отдавались среди пустынных улиц, открывалась калитка, все поднимались по лестнице, и ими овладевала тоска, как после бурного кутежа. Господин инспектор утверждал, что они только будоражат друг друга. Однако, если в старших классах Фредерик проявлял хоть какое-то усердие, то лишь благодаря увещаниям товарища. А на каникулы в 1837 году он повез Деларье к своей матери. Молодой человек не понравился госпоже Муро. Ел он необычайно много, отказывался ходить по воскресеньям в церковь, рассуждал в республиканском духе. Наконец, до нее дошел слух, что он водил ее сына в непотребные места. За ними стали следить. От этого мальчики еще больше прежнего, привязались друг к другу. И когда на следующий год Деларье покинул калеш и уехал в Париж изучать право, расставание было мучительным. Фредерик рассчитывал там встретиться. С ним они не виделись уже два года. Когда они кончили обниматься, то пошли к мостам, чтобы как следует наговориться. Сын у отца потребовал отчета по опеке. И капитан, он содержал теперь бильярдный зал в Вильнуксе, пришел в ярость и наотрез отказал ему в поддержке. Мечтая в будущем получить по конкурсу профессорскую кафедру, а сейчас вовсе не имея денег, Деларье поступил старшим клерком к адвокату в Труа. Он намеревался ценой всяческих лишений скопить четыре тысячи франков, и если ему даже ничего не достанется из материнского наследства, все же у него будут средства, чтобы спокойно заниматься в течение трех лет в ожидании места. Значит, надо было отказаться, по крайней мере сейчас, от их давнего плана вместе поселиться в столице. Фредерик поник головой. Вот и рушилась первая его мечта. Удержься, сказал сын капитана. Жить нам еще долго, мы молоды. Я к тебе приеду, брось об этом думать. Он потряс друга за руки, и, чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, начал расспрашивать о путешествии. Фредерик мало что мог рассказать. Но при воспоминании госпожи Арну его печаль рассеялась. Он не стал говорить о ней. Его удерживала стыдливость. Зато он распространялся об Арну. Что тот говорил, какие у него манеры, какие связи, и Деларье настойчиво советовал ему поддерживать это знакомство. Фредерик последнее время ничего не писал. Его литературные взгляды изменились. Он выше всего ставил страсть. Вертер, Рене, Франк, Лара, Лилия и другие менее замечательные персонажи восхищали его почти в равной мере. А порой ему казалось, что только музыка способна выразить его глубокое волнение. Тогда он грезил симфониями. Порой же его увлекал внешний облик предметов. И тогда ему хотелось стать живописцем. Впрочем, он сочинял и стихи. Деларье очень одобрил их, но не просил почитать еще. Сам же он забросил метафизику, и теперь его занимали социальная экономия и французская революция. Он был высокий, малый, 22 лет, худой, с большим ртом и решительный на вид. В тот вечер на нем было скверное люстриновое пальто, а башмаки его побелели от пыли, так как он пешком проделал весь путь от Вильнокса, только чтобы побидать Фредерика. К ним навстречу шел Исидор. Госпожа Моро просит господина Фредерика вернуться. Она боится, как бы он не азиап, и посылает ему плащ. — Да не торопись, — сказал Деларье. И они продолжали ходить из конца в конец по обоим мостам, что ведут на остров, образуемый каналом и рекою. Когда они поворачивали в сторону Нажана, прямо перед ними появлялись дома, спускающиеся по склону. Направо, из-за лесопилен с закрытыми шлюзами, выступала церковь. Налево же, окаймленные изгородью из кустарника, тянулись вдоль берега сады, которые лишь с трудом удавалось различить. А по направлению к Парижу дорога спускалась совершенно прямо, и луга уходили вдаль, окутанной ночной мглой. Ночь была безмолвная, пронизанная беловатым сиянием. До них доходил запах влажной листвы. От запруженной реки, шагах в ста отсюда, доносился сильный и мягкий шум, похожий на звук прибоя в темноте. Деларье остановился и сказал, «Добрые люди мирно спят. Вот забавно, но терпение. Готовится новый восемьдесят девятый год. Мы устали от конституции, хартии, хитростей, всякой лжи. О, если бы у меня была своя газета или кафедра, как бы я все это тряхнул. Но чтобы что-то предпринять, нужны деньги. Вот проклятие! Быть сыном кабачика и растрачивать молодость в погоне за куском хлеба». Он опустил голову и закусил губы, дрожа от холода в своем легком пальто. Фредерик накинул ему на плечи половину своего плаща. Они закутались с него и, прижимаясь друг к другу, пошли рядом. «Как же я буду жить там один без тебя?» — говорил Фредерик. Горечь друга вновь пробудила в нем тоску. «Я бы еще, пожалуй, сделал что-нибудь, будь со мной любящая женщина. Чему ты смеешься? Любовь — это пища и как бы атмосфера для таланта. Необычайные переживания порождают высокие творения. Но искать ту, которая мне нужна, от этого я отказываюсь. Впрочем, даже если когда-нибудь ее и найду, она меня оттолкнет. Я принадлежу к отверженным. Я угасну, владея сокровищем, и не зная, был ли то алмаз или бриллиант». Чья-то тень легла на мостовую, и тот чужая не услышали. «Мое почтение, господа». Слова эти произнес маленький человечек в широком коричневом сюртуке и фуражке из-под козыряка, которого торчал острый нос. «Господин Рокк», — сказал Фредерик. «Он самый», — ответил голос. Житель Нажана объяснил свое появление тем, что ходил осматривать волчьи капканы, расставленные им у себя в саду, у реки. «Так вы вернулись в наши края?» «Прекрасно. Я это узнал от дочки. В добром здравии, надеюсь. Еще не скоро уезжаете?» И он удалился, недовольный, вероятно, тем, как его встретил Фредерик. Госпожа Муро и в самом деле не поддерживала с ним знакомства. Дядюшка Рокк находился в незаконном сожительстве со своей служанкой и не пользовался уважением, хотя и был агентом по выборам и управляющим у господина Домбрёза. «У банкира, что живет на улице Анжу?» спросил Галарье. «Знаешь, любезнейший, что ты должен был бы сделать?» Исидор во второй раз прервал их беседу. Ему велено непременно привезти Фредерика. Госпожа Муро беспокоит его отсутствие. «Хорошо, хорошо, сейчас, — сказал Галарье. Уж ночевать-то он придет домой». И прибавил, когда слуга ушел. «Тебе надо было попросить этого старика, чтобы он ввел тебя к Домбрёзам. Нет ничего полезнее, как бывать в богатом доме. Раз у тебя есть черный фраг и белые перчатки, воспользуйся этим. Тебе следует бывать в таком обществе. Потом ты и меня туда введешь. Ведь это миллионер, подумай только. Постарайся понравиться ему, да его жене тоже. Сделайся ее любовником». Фредерик возмутился. «Да ведь, кажется, я говорю тебе общеизвестные вещи. Вспомни хоть растиньяк из человеческой комедии, ты добьешься удачи, я уверен». Фредерик питал такое доверие к Деларье, что даже растерялся, и забывая о госпоже Арну или мысленно применяя к ней то, что было сказано по поводу другой, не мог удержаться от улыбки. Клерк прибавил. И последний мой совет. Сдавай экзамены. Звание всегда пригодится. И брось ты своих католических и сатанических поэтов, которые в философии ушли не дальше, чем люди 12 века. Твое отчаяние просто глупо. Самым великим людям еще труднее было начинать. К тому же Миробо хотя бы. Впрочем, расстанемся мы не такой уж долгий срок. Мошенника отца я заставлю вернуть мою долю. У меня пора идти. Прощай. Нет ли у тебя стасу? Мне надо заплатить за обед. Фредерик дал ему 10 франков, остаток от тех денег, что он утром взял у Исидоры. В двадцати туазах от мостов на левом берегу в слуховом окне низенького дома блестел огонек. Доларье заметил его. Сняв шляпу, он торжественным тоном сказал «Венера, властительница небес, привет тебе!» Но нищета — мать целомудрия. «Чего нас только не выдумывали по этому поводу, боже ты мой!» Намек на приключения, в котором участвовали они оба, их развеселил. Идя по улицам, они громко смеялись. Потом, расплатившись в гостинице, Доларье проводил Фредерико до перекрестка в больнице, и друзья после долгих объятий расстались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова